Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божествов. Сидмерс Цивилизацион 6 Газерин Сторм знакомится с новой цивилизацией Великая Колумбия. Серия... Ну, спонсоры сейчас её видят, а зрители будут видеть, когда уже всё выйдет, и, видимо, во вкладке сообщества для спонсоров все серии будут видны сразу. Ну, у нас тут большие проблемы, на самом деле. У нас в соседях был Рим. Да, кстати, если вы случайно наткнулись на эту серию, то лучше к первой серии перейти. Есть ссылка в описании, в правом верхнем углу появляется. Мы очень сильно отстоим по науке, и я надеялся... Кстати, я ещё посмотрел, Рим замирился уже с Венгрией, то есть только со Швецией воюет. Правда, конечно, сил у него мало вообще, то есть 120, ну, то есть тут вот легионы и... Арбалет, наверное, и всё. Но проблема в том, что я думал по науке хотя бы догнать, построив гавани и, выйдя в Золотой век, взять вот это на соседство гавани, чтобы науку давали. Но я посмотрел, что до Нового века уже 8 ходов всего лишь осталось. И я боюсь, что я не успею. Вот в чём проблема. И... То есть где мне брать науку вообще непонятно сейчас. Я уже молчу о том, что с культурой огромные проблемы. Надо пока заселять. Ну давайте пока поплаваем, посмотрим, что у нас тут есть. У Рима. Ага, вот лодочку. Можно будет разграбить. Пожалуй, подержим в Картахене. Так. У нас, кажется, есть... Да, есть лучники уже на 4 уровень. Думаю, может мне Кахокию какую захватить? Попробую. Там у неё армии явно нету вообще. Ну просто пока тут погуляю. Я не думаю, что Рим может что-то сделать. Зато Кахокию... А, слушайте, может попробовать этот лагерь забрать. Ну точно, наверное, лагерь надо пробовать. Но проблемы есть. Проблемы есть. Вот это особенно отставание в развитии. Меня спасает только то, что вот этот Рим в соседях тоже не особо так впереди. Пока. Так, там я плантацию сделал. Тут ремонтируем. Тут ремонтируем. Сейчас ещё вот тут рыбу обработаем. Наверное, надо здесь на холме шахту. Шахту и... Так, через два хода я смогу гавани строить. Может ещё поселен... Давайте потом... Одного поселенца я тут поставлю. Тут мне как минимум ещё два города надо ставить. То есть, наверное, давайте пока... Давайте, наверное, ещё одного поселенца в богате. Да, надо забирать лагерь. Это три очка к эпохе. Сейчас поставлю город с чудом. Тоже три очка к эпохе будет. Нормально будет. Нормально. Блин, жалко, что с венгром замирился. Так, студа. Сейчас посмотрим, насколько у него увеличится армия. Он предлагает мир закрепить. Мне кажется, не стоит. Он хочет платить 20 золота. Хотя, слушайте... Мне до арбалетов ещё далеко. То есть, ну, за 10 ходов я точно не выйду. Наверное, стоит принять. А Ансу, он сейчас не хочет отдать мне как-нибудь? Нет? Вообще нет никак. Ну, видите, он как бы дань мне платит за мир. То есть, в принципе, выгодно. Я как раз сейчас займусь... расселением. Но с Римом надо будет кончать, несомненно. И, кроме того, с ним до сих пор воюет Швеция. Наверное, всё-таки олигархию пока возьму. Не, должен смочь в Золотой век выйти. Тут всё-таки, наверное, смогу. Давайте... Нет, содержание оставлю. У меня против варваров не надо пока. Так, давайте плюс 2 влияния. И... И, и, и... Строители... Поселенцы. Давайте, наверное, просто производство добавим. Так, с Кахойки я больше не воюю, правильно? Да. Я подумаю насчёт того, чтобы её захватить, кстати. Не буду атаковать этот юнит, потому что боюсь, что кто-нибудь из Кабула захватит тогда. Так. Что-то я хочу сюда город поставить. Мне надо... Город в двух тайлах от Чуда ставить, к сожалению. Я, может быть, сюда поставил, но мне надо сюда ставить. Потому что тогда мне дадут очки эпохи. Но, в принципе, мне дадут очки эпохи. Три очка за то, что рядом с Чудом. Одну очко за то, что в пустыне. Это уже 4 будет. Сейчас я этот лагерь заберу. То есть я в Золотой век всё-таки выхожу, да. Ой. Так, слушайте, давайте мы с ним, может, об открытых границах договоримся. Я бы поплавал. Ну, блин. Господи, почему они не поправили это перемещение до сих пор? Почему он сюда высадился, вместо того, чтобы вот так просто пройти и обработать? Ну. Это уже сколько лет эта хрень? Так. Политическую философию открыли. Надо в оборонительную тактику. Если он будет на меня опять нападать, я вот эту карточку поставлю. Две. Ещё и стены смогу быстро построить. Зачем он переключился? Вот так надо. Потому что я хочу стены быстрее построить. Чтобы она ускорила инженерное дело. Ну, смотрите, мне два хода. Десять, двенадцать. И тут, ну, предположим, пять, семнадцать. Семнадцать ходов до арбалета. Потому что вообще как-то долго. Но вообще будет меньше, потому что я сейчас выйду в Золотой век. У меня гамани начнут работать. Я надеюсь. Хоть какие-то. Ну, вообще у меня очень плохо. С развитием. Спасибо Риму. Так. То, что венгер второй по науке, меня это радует. То есть... Там, кто первый, явно не насильно много. Так, значит, гамани можно строить. Тут мы получаем... Два. К счету эпохи. Ну, Золотой век выйдем, да. Шесть ходов осталось. Блин, наверное, это уже походило. Да, жалко этот... Ну, хотя его убьют. По-моему, гэгэшки раньше ходят, чем варвары. Так что этого мечника убьют. Ладно. Тогда норм. Пойдем тут. Хочу посмотреть рядом с кахоке, и что. И, наверное, все-таки попробуем кахоке забрать. Так, этим поплывем сюда вверх. Так, а Швеция воюет с Римом? Да. Это хорошо. Правда, тут, мне кажется, проход не особо, судя по этим горам. Давайте, наверное, мы эту одну галеру оставим дома. Всякий пожарный. Очень жалко, что убила мне... Варвары убили мне скаута. Так, слушайте, а давайте мы делегации поотправляем. Сейчас деньги есть. Надо подумать, может, еще на что-нибудь их... Ну, вообще, надо их сохранить на апгрейд лучников в арбалеты. Но делегации тоже нужны, чтобы смотреть, что там происходит у всех остальных. Так, и в картахене не хватает еды, да? Да, но мы тут хотим быстрее... Да, три хода. Да, хочу быстрее стены построить. Ну, и Наску хочу засоюзить. Так, это мне нужен копейщик. Я, наверное, копейщиков кита построю. Копейщик и плюс два посла бы туда. Где мне послов взять? Слушайте, давайте мы, может, лучше откроем... Ну, местиции... У меня просто нет, во-первых, рабочего, чтобы тут эти линии Наска рисовать. Но это будет просто крутое. Вот когда я лени Наска кучу нарисую, они друг на дружку влиять будут. Здесь будет очень крутой город. Кстати, почему бы и не поторговать? Только он как-то мало предлагает, по-моему. Что насчет... Вот так-то, кстати. Заслоника я бы... Еще и денежков побольше. У меня даже, по-моему, денег хватит купить... Рабочего. Так, пятьдесят не хочет платить, а сорокет... О, сорокет не хочет. Какие-то жадные кри, пошли индейцы. Те же зеркальца покажи и все. Ну да, нормально. Просто это счастье дополнительное. Видите, три довольства. Где-то там... Мне бы... Главное, чтобы Наску не убили. Мне бы все... В смысле... Блин, чего? Я к Тимоку прямо сейчас еще войну объявить. Ну, вообще, да, тут... Что-то я... Хожу войсками, я понимаю его обеспокоенность. Так, вот и Золотой Век, похоже, да? Да. Обрабатываем сначала Оазис. Правда, тут... Нифига производственное. Вот, поэтому поставлю на амбар. Посла в Наску. Этого посела сюда, наверное. Какие тут вообще территории? И сейчас я сюда поставлю. Раз, два, три. И на этот холм. Мне сейчас, говоря, больше сюда нравится поставить. А Наску... О, Акохоки мы, например, захватим. Да, давайте я куплю здесь строителя. А тут мы откроем мистицизм, чтобы дополнительного посла получить и... Попробовать Наску заставить. То есть мне нужен рабочий сразу, как я выкупил Наску, сразу эти улучшения рисовать. Но, наверное, пока не сейчас. Видите, нам еще как минимум два хода. Плюс я еще меч этого... Да, четыре хода. Да, как минимум четыре хода можно не спешить. Давайте просто тут держать, чтобы... Если Рим попрется... Он обломался. Так, иначе этого здесь город ставим. Вообще, ну, тут как бы место есть, да? Но мне что-то кажется, что Бариноса хватит на... На пустыню. Одного этого города достаточно. Гавани. Строим гавани. Раз гавань. Тут после стены. Блин, тут, конечно, барбы починить, на самом деле. Потому что город не растет. И после... Ну, тут вообще офигительная гавань на плюс четыре будет. Это хоть какая-то наука. У меня больше... У меня больше просто неоткуда в науке взять сейчас. Так, в Каракасе нормально. Каракас, столица Венесуэлы. Кита, столица Эквадора. Ну, богатая, соответственно, столица Колумбии, естественно. Так, в Картохене. Ну, тут пока на производство. Потом-то я переключусь на рост. Вот в Бариносе, если я построю вот эти линии Наска, и еще Петру построю, то Баринос будет отличным городом. Но до этого еще добраться надо. Плюс я ради меда... Мед! Венгер с Ацтеком воюет. Ну, возможно. Ну, кстати, да. 30 дипломатических очков лишним не бывает. Плюс я действительно тут не собираюсь больше ставить. Так, стены готовы. Картохена. Четыре хода. Нет, давайте так. У нас амбар через два хода отремонтируется, и будет норм. Хочу полечиться. Смотрим, какие тут... Конечно... Блин, тут... Ну, мечники мы нормально разнесем, я думаю. Вот это меня беспокоят стены. Ну, я бы с Кахоккией повоевал. Даже если я не смогу ее взять. То есть, у меня допрокачив... То есть, за счет того, что у меня союзник Кабул, у меня юниты очень круто прокачиваются. Я думаю, что этим надо пользоваться. Плюс... В принципе, Кахоккия неплохо выглядит очень даже. Да, тут, конечно, проход от Швеции к Риму фиговый. Они тут... Вряд ли могут повоевать. Блин, кто туда отправил... Кристина и Кри отправили туда Амани. Блин. Вот нафига? Ну, вот объясните. Ладно, тут Сахара. Ладно. Понимаю, почему они туда отправили. Короче, мне надо тоже Амани, походу, следующим брать... Губернатором. Ну, у меня просто иначе вот эта территория вся в жопе. Вот и все. Через ход. Да. Вот эти... Вылечатся. Ребята. Получил посла. Наверное, поселенцев... Пока можно поменять... Карточку, я имею в виду. Один торговый путь. С другой стороны, а что тут поставить? На строителей? Я и строителей нигде не делаю. Может, тогда на всадников? Ну, вот в Кито, например. Еще надо подумать, где... Ну, мне, наверное, на какой-то из пустынных клеток, где-то вот здесь, надо будет сделать правительственную площадь. Блин, ну, очень тяжелое развитие, конечно. Ну, конечно. Или все-таки, может, на строителей поставить карточку. Ладно, на строителей. В радиус команданта встану, и у меня через три хода еще один должен появиться. Я так понимаю, что вот эта штука у них, а это эти отдел, будет у каждого своя. Ну, мне жалко, честно говоря, Сантьяго Марини сейчас отправить, потому что у меня только два рукопашных юнита. Честно, чтобы они получили плюс четыре, как-то маловато. Так, и этот у нас идет сюда. Ну, да, тут, смотрите, либо Кумасе надо брать, либо Наску, Шведу или Риму, чтобы пробиться дальше. Блин, 13-7, у Рима 57-48. Я даже не знаю, как я с ним могу воевать на равных, в принципе, в будущем, на данном этапе. Наверное, никак. Хоть отбился в начале. И то хлеб. Интересно, и где мы с тобой встретились? А он Кахокию, что ли, засоюзил? Точно. А, не хочет принимать моих ребят. Ну, наверное, пора объявлять войну Кахокии уже. Че мы тут ждать будем? Ну, не понравится это Роберту Брюсу, но он хрен знает где. Будем откровенны. Восемь опытов просто получаем. Восемь. Это круто. Наверное, из Бориноса давайте отправим. Так, и я следующим ходом должен стать сюзереном Наски, поэтому покупаем строителя. Блин, может Таран купить еще заодно? Ну, Кахокия с Тараном хорошо заберется. Или до осадной башни. Да мы просто апнем потом в осадную башню, да? Таран нужен. И денег все еще на арбалеты хватает. Так, давайте. Со Швеции проход. Договоримся. Мне бы еще, конечно, серебро обработать с кем-то, торговать с другой стороны. Хотя уже два довольства. Уже не так много довольства. То есть можно бы и поторговать. Стокгольм 11. Блин. Стокгольм 11. Так, гавани строить. Тут как-то медленно настроиться. Ну, тут, правда, я на рост поставил. И тут, как эти бы клейм... Мне бы... Ну, мне в арбалеты надо. Какая-то лесопилку по пути захватить и построить. Нет, чувачок. Это слишком дешево. За 10 лошадей и 10 железа? Да, такое скромное... Опасайся свою жизнь, блин. О. А что за религии у нас, кстати, в мире? Все религии основаны. У Кри преобладающих храма и святилища столько же культуры. То есть можно, в принципе, когда он меня обратит, можно какие-нибудь святилища и построить. Так, я остался в зеленом носке. Да. Ну-ка. Пока она ничего не дает. Соседние должны давать. Ага, вот где юниты. Надо бы отсоединить пока. Блин, мне кажется, этого лучника сейчас проатакуют. Ну, с такими прокачками выглядит, что Кахокия должна взяться. Так, давайте в богату. Мне кажется, шотландец где-то здесь находится. Мы тут у всех куча пустыни, поэтому они у нас кое хотят союзить все. А у Швеции что за религия? Монахи, воины, синагон. Нет, да, асизм мне как-то побольше нравится. Так, давайте строители. Надо обрабатывать. Ну, у меня тем более коммерческий район не открыт. Что мне тут не построить? Так, в Куэнка гавань после строителя. Пошел, да, асизм. Как можно быть таким тупым? Ну, это за счет того, что я Кахокию... Атакую Кахокию. Но он не может ее защитить. Да, я так и знал, что этого лучника... Атакуют. Блин, вот то, что там арбалет, это очень неприятно. Нормальные люди верят, что люди, которые не могут найти время для рекреации, они позже или позже, чтобы найти время для здоровья. Тут пока ничего. Ха, все. Все либо в темный век, либо в нормальный. Нормально. Так, ну мы вольнодумство, конечно же, берем. Чтоб хоть какую-то науку получить с гавани. Боже, четвертого уровня. Так, атакуем этим, потому что мне надо прокачать. Так, теперь попробуем убить этот арбалет. Это очень важно. И это, кажется, получается. А почему я ход потерял? Не понял. Пока стоим. Это что-то странно. Ладно, мы хоть этого мечника добьем тогда. Что, когда ты становишься на оазис, теряешь ход? Он на всех работает, на всех, да. Где мой очередной? Вот он. Так, это у нас мануэль пиар. Он что делает? Плюс семь к боевой мощи наземных. То есть он всем наземным юнитам даст плюс семь. Интересно, а тут будут складываться? Складываться. Просто интересно. Э. Товарищ, а что эти носки? Стоп. Почему? Я что-то как-то не так понял, как носка работает. А, после открытия госслужбы. Ну, госслужба-то недалеко. Да, вот она. То есть мне все равно надо это делать. Все равно эти линии носки рисовать. Тут дальше не проплыть. Ну, вот наш континент примерно мне понятен. Селиться мне, кстати, больше... Ну, вообще, если я Кахукию захвачу, наверное, можно и тут город поставить. Ну, у меня очень-очень грустное стартовое место. Кто бы что ни говорил. Кабул создать катапульту. Наска, торговый путь. Кумаси, флотоводца. Ну, вроде пока... Ну, хотя вон что-то Рим какую-то катапульту ведет. Ну, мне кажется, Кахукию вполне реально. Забрать даже с такой армией. Началось. Мне бы успеть ее забрать до атаки Рима. Вообще, надо глянуть, что там с ресурсами у Ацтека. Больно. Видите, он обстреливает именно лучников. Я бы проголосовал за черепах. Я думаю, у всех будет. И к мощи давайте до асизма. Я бы хотел, чтобы Кри распространил на меня до асизм. Да, до асизм прошел, а тут меха. Ладно. Меха... Мехов мне вообще нету. Так. Ну, в принципе, стены сносятся. Да, у этого к тому же будет прокачка Да, давайте атакуем А у этого Ну, все равно, наверное, надо атаковать Не думаю, что он Сможет убить Кахоке Этим, конечно же, отойдем На лечение Давайте, наверное, мед все-таки обработаем Я бы тут в Бориносе еще купил Рабочего Надо вот эти линии носки рисовать И идти в госслужбу Так, здесь убираем Один, семь, о, построилось Видите, две науки Уже семнадцать науки Уже я практически догнал норвежца Ей, и ацтека Слушайте, давайте глянем, как там ацтек С венгром Да, венгр уже ты сколько забрал Блин Не очень хорошо И у ацтека нету Вообще ресурсов Но, видимо, надо Помочь Хотя бы по десяточке дать Может он мне Шкатулку евангелистов За это 27 вход Это ты, чувак Дорого ее оцениваешь 18 Ну, в принципе Ради реликвии Я бы постарался Там, конечно, он такую веру дает Но вера О, он принимает Так, давайте А если за 20 Что у меня остальное? Деньги у него нет Я не хочу брать Чтобы они у него были Для апгрейда юнитов А реликвия Хорошая штука Более Зачем она ему? Да, блин За 30, что ли? Ровно О Отлично И, кстати Обратили, что я ни одной руинки Не нашел в этой игре 4 веры 8 Туризма Нормально Нормально По-божески Мне вот интересно Будет следующим ходом Посмотреть Будут ли складываться Сила этих двух генералов Все Тут все исследовали Возвращаемся Наверное, тут где-нибудь встану Чтоб варвары Не безобразничали Мне нужны караваны 844 силы Укри Охренеть Просто интересно Ни с кем она не воюет Со Швецией Проблема Что, на Швецию пойдет? Вин Рим Там уже опять армию Слушайте, если он нападет Пока я там С кахоке Конечно, будет очень неприятно Могут какого-то мечника убить Фу Слава Богу, он не вышел Что за внеочередная сессия? Это, видимо, на другом континенте Какие-то разборки А, нет Это Монте Сумо звал всех присоединиться К борьбе против Венгрии Так, еще наука Четыре науки Хоть от стека догнали Так, смотрим Значит, сейчас пока Плюс пять Плюс пять от главнокомандующего Если еще один подходит Не складывается Отлично Ну, это правильно Я просто боялся Что-нибудь, знаете, новые баги Внесли Что часто бывает Так Тут возьмем Да тут пофигу Нет Штрафа К перемещению Через нападение С моря Нет Давайте Лучше командос Сейчас опять атакуем Стену Надо просто стену убрать По максимуму Тут Возвращаемся Лечиться Копейщик Не сильно больно Но мы Сейчас как раз Проатакуем Стены О, четвертая прокачка Раз И два Нам надо убрать Стены полностью Чтоб Город больше не атаковал Мои юниты Все Отлично Мечник, правда Может копейщик убить Но мне этого копейщика Не так жалко Я сюда встану Как мечника Было бы жалко Если бы его убило Ну Зачем А, стоп Эти клетки Серьезно Блин Ну это Говнина Черт Я и забыл Об этой способности Нельзя обрабатывать Ну и смысл Блин Ну то есть Надо как-то через одну Строить То есть Вот тут надо убрать Например Наски И как-то Вот здесь Блин Это не очень Ваши жители Не могут обрабатывать Эти клетки То есть Получается Выхлоп есть С клеток Но вы никак Не можете Это получить Да Это не фонтан Сразу гавань А строителя Купим Кабул Кабул бы конечно Еще Ну да Кахокия Забирается Но выглядит Что надо тут Где-то еще Город Ну блин Теперь Теперь из-за того Что Линии Наски Не так Прикольно Ставить Этот город Не настолько Прикольный Будет К сожалению Наски Не Не, наверное, не будем ничего менять. Мне, конечно, надо в меркантилизм стремиться, но он сейчас очень далеко. А тогда в госслужбу, видимо. Блин, я тут так вообще... Особенно по науке, блин, мать я ж уже в возрождении, где-то вот здесь. Охренеть, 77 науки. Просто, просто охренеть. Ну это, это называется у тебя в соседях... У тебя в соседях Рим. Че делать? Абсолютно нечего. Так, я думаю, можно вернуться, он уже не будет этого лучника обстреливать. Следующим ходом забирается город, я думаю. Мануэль, пиар. Блин, ну вот это жалко. А вот так можно обрабатывать. Ну то есть надо вот здесь поставить линию Наски, получается, так? То есть как-то вот чередовать их. Ну это не очень уже тогда, это тогда не очень. Кто хочет серебром поторговать? А у меня еще шелк. Ну шелк это от какой-то ГГшки. Давайте вот на цитрусовые. Он еще даже заплатить готов. Так, ацтек там вообще как? Че-нибудь делает с моими ресурсами? Походу нет, он их просто купил и даже не апнул армию никуда. О, у меня арбалеты следующим ходом. Еще метка привалила. Ну тут понятно, то есть дальше пока не проплыть. Не знаю, нам надо как-то рим захватывать, конечно. Похоже, совместно с Венгром. Блин, тут нужен амбар, чтобы не уменьшалось количество жителей. Боже, будет пятого уровня. У меня будет четвертого уровня арбалеты. Просто четвертого уровня. Это же ужас. Какие-то звери просто мохнатые. Мохнатые звери. Пчелы. Так, и пора уже как-то переименовывать. Там всячески обзывать. Давать им название. Нормально, да? Опять начал дань с меня требовать. Думает, все, уже 430 силы. Все, разошелся. В смысле метеоритный дождь? Я же отключил эту хрень. Что-то за говнина происходит. И что теперь на этой клетке? Собрав вы их, получите мощное оружие? А как эти ресурсы собрать? Рабочим? Любишь медок? Люби и холодок. Бесплатный воин. А, просто вот так юнитом становишься? Ну, мощное оружие. Я уже получил тяжелую колесницу. Самое мощное оружие ever. Против городских атак. Уже 7 опытов. То есть, вот Кабул это просто чит какой-то сейчас. Да, ну, следующим ходом, похоже, захватывается. Постоим. Какой-кип приятный город. О! Блин, а тут Роберт Брюс-то рядом. Вот это не очень удачно. Что я с ним испортил отношения. Но, город отваливается в пользу венгры, я так понимаю. Фух. Ну что, как вы думаете, когда мне объявят войну Рим? Очередную. Победоносную. Так, тут ничего. Теперь пора прям в ученичество через письменность, деньги. Блин, мне бы лесопилку... Слушай, давайте лесопилку лучше откроем. Водяную мельницу я вообще где-нибудь хоть могу построить? В Кито, в Богате, да? В общем, два хода до уменьшения. Можно как-то... Отсюда от Рис Кито отдадим. Нормально живем. Так, тут в очередь в общем-то сразу амбар надо ставить. Хотя гавань... Ну давайте гавань. Я в принципе кукурузу обработаю. Ну тоже грустный город, ну согласитесь. Ну вот у меня все города, ну как вот через это можно играть? Вообще вот это... Через это все. В то время какие места у Венгра, да? Просто... Просто нечестно. Ну и вот Наску у меня перекупили. Но правда сейчас она мне не нужна. Так что... Ну и тем более у меня сейчас будет посол. А как сильно перекупили? То есть сколько этого послов надо? А, просто... Просто одного надо будет. У меня пока негде эти штуки рисовать. Ну, пора к охоке забирать очередной ручник пятого уровня. Хотя может давайте гарнизон в данном случае возьмем. Блин, чуть-чуть не хватило этого до пятого уровня прокачать. И на радостном моменте захвата к охоке я эту серию закончу. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, ваши впечатления читать в комментариях. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.